Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Как вы знаете, в 2019 году состоялся судебный процесс над четырьмя лидерами компании Quester World, которые получили обвинительные приговоры и 35 лет суммарно на четверых. И также суд постановил выплатить определенную компенсацию пострадавшим инвесторам. И в данном видео мы разберем, как обстоит дело по данному процессу сейчас и получил ли кто-нибудь из пострадавших компенсацию. Судебный процесс в Казахстане длился с июня 2019 года по 23 декабря 2019 года. И в этот день был вынесен обвинительный приговор. По закону обвиняемые имели право подать апелляцию, что они и сделали. И в результате подача апелляции и последующие рассмотрения затянулось еще на несколько месяцев. И давайте посмотрим, чем же все-таки эта история закончилась. На сайте суда 29 мая был опубликован следующий пресс-релиз. Оставлен без изменения приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды Квестра Холдинг. Сразу для тех умников, которые пытаются там спорить и доказывать, что типа Квестра Холдингс это одна компания, а Квестра Уорлд это другая компания и это типа разные вещи. Господа, если вы такие умные, то че же вы не смогли эти факты все предоставить во время судебного процесса, который длился полгода в 2019 году. Все это детально, досконально проверялось и рассматривалось судом. Выступали люди и адвокаты как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Если вы хотели сказать ваше умное слово, вам нужно было ехать в суд и выступать. Если вы этого не сделали, ну как в России говорят, после драки кулаками не машут. Еще раз послушайте вебинары вашей собственной компании, где открытым текстом говорилось, что вначале компания называлась Квестра Холдингс и работала как одна компания, а потом она была разделена на две, на рекламного брокера Квестра Уорлд и инвестиционную компанию Агам. Юридически это разные компании, но суть по сути одна. Итак, читаем статью. Напомним, что 23 декабря 2019 года приговором суда номер 2 Алматинского района столицы Карамаев-К, Кожебергенова-Б, Мохамбетова-К, Расулметов-Б осуждены за участие в транснациональной организованной группе и руководстве финансовой инвестиционной пирамидой компания Квестра Холдинг-Инс, созданной на территории Казахстана. В течение 2016-17 годов в пирамиду вовлечены 358 граждан республики, вложившие денежные средства более 480 миллионов тенге. За совершенные тяжкие преступления Карамаев-К осужден к 10, Расулметов-Б к 9, Кожебергенова-Б и Мохамбетова-К к 8 годам лишения свободы. 28 мая 2020 года данный приговор судом апелляционной инстанции по существу оставлен без изменения. То есть подсудимые подавали на апелляцию, рассмотрение апелляций заняло еще несколько месяцев, и вот как здесь написано, 28 мая 2020 года данный приговор судом апелляционной инстанции оставлен без изменения. То есть апелляционный суд рассмотрел обстоятельства еще раз и никаких процессуальных нарушений в ведении данного процесса не нашел. То есть тот приговор, который был вынесен 23 декабря 2019 года, он остается в силе. Приговор опубликован на сайте суда. Вы можете найти и скачать его самостоятельно. Если лень искать, то ссылку на документ я оставлю под этим видео. Весь текст читать я не буду, слишком длинно. Посмотрим основные моменты. Итак, здесь видим Карамаев Кинесары и написано по статье такой-то назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Крутим дальше. Расулметов Бахадир Значит, вот в этом абзаце написано На основании такого-то республики Казахстан окончательно Расулметову назначить 9 лет лишения свободы. Дальше. Кожебергенова Бакыт Здесь говорится, окончательно Кожебергеновой назначить 8 лет лишения свободы. Махамбетова Кымбат На основании статьи 58 и так далее, окончательно Махамбетова и Кымбат назначить 8 лет лишения свободы. А теперь, что касается компенсаций пострадавшим. Гражданские иски потерпевших, подлежащих удовлетворению частично. Взыскать с Карамаева, Кожебергеновой, Махамбетовой, Расулметова в солидарном порядке суммы причиненного материального ущерба в пользу. И дальше перечисляются фамилия, имя, отчество и какая сумма компенсаций положена данному гражданину. Я зачитывать не буду, это слишком длинно. Вот так вот пролистываю. Пролистываем документ. Как видим, очень много фамилий и очень много цифр. Но надо отметить, что, например, гражданские иски некоторых потерпевших оставить без рассмотрения. То есть, по всей видимости, претензии данных граждан суд счел неосновательными. Или эти граждане не смогли обосновать свои претензии. Все данные, перечисленные в приговоре, я ввел вот в эту таблицу. В одной графе идут фамилии потерпевших, в следующей графе идут размер компенсации. Просто мне стало интересно, какую в итоге сумму подсудимые должны компенсировать. То, что некоторые фамилии повторяются, этому удивляться не надо, потому что здесь есть и родственники с одинаковыми фамилиями. И, кроме того, насколько я понял, несколько компенсаций на одного человека. Ну, если интересно, можете более внимательно почитать приговор. Там все это детально расписано. Итак, пролистываем вот так всю таблицу. То есть, вот много-много фамилий идет. Много-много фамилий и цифр. И прокручиваем в самый низ. Итак, если просуммировать все эти данные, то получается, что в итоге суд присудил всем этим пострадавшим выплатить компенсацию в размере 198 млн. 941 059 тенге. Казахских тенге. Что по нынешнему курсу составляет 484 395 долларов. Я задал вопрос одной из участниц, которая также входит в этот список, и спросил, получили ли они хоть какую-то компенсацию по данному приговору. Она ответила, что нет. Ну, опять же, надо учитывать, что апелляционный суд, по сути, вынес окончательное решение только 29 мая. То есть, прошло чуть больше месяца. То есть, по всей видимости, возможно, какие-то изменения, какие-то новости будут позже. То есть, если подытожить ситуацию на данный момент, на июль 2020 года, суд вынес решение, что подсудимые должны выплатить в качестве компенсации вот такую вот сумму, более 198 млн. тенге, что в долларах составляет по нынешнему курсу 484 тысячи долларов. И здесь мы возвращаемся к следующему интересному моменту. Как мы знаем, Александр Кэсли уже целый год вещает, что да, новая компания обязательно запустится. В последних сообщениях он говорил, что это произойдет в мае 2020 года. На дворе уже июль. Никаких, по сути, новостей конкретных от Александра Кэсли так и нет. Как он пишет? Инфо-стоп. Никакой информации нет. Это все в точности повторяет сценарий 2018 года. Когда Диего Мартин там полгода вещал про запуск компании, а потом заткнулся. В этом году происходит абсолютно то же самое. Но давайте с вами предположим вдруг, что великое чудо происходит. И новая компания под каким-то новым названием действительно стартует и начинает инвесторам выплачивать. Если новая компания стартует и вдруг начинает выплачивать, то логично, что вот эти пострадавшие инвесторы, которые считают себя пострадавшими и написали заявление, у них появится причина свои заявления отозвать. Не так ли? Да? То есть они посчитали себя пострадавшими. Но если компания вдруг начнет работать и выплатит им те средства, которые они вложили, ну, по сути, они же никак не пострадали. Правильно? Вроде как правильно. Только позвольте вам напомнить, что господин Кесли в своих сообщениях писал, что нет, те граждане, которые имели наглость выступать против компании, подавать какие-то иски, какие-то заявления против компании или против ее лидеров, на компенсацию могут не рассчитывать, потому что вот они такие вредные и наглые, имели наглость выступать против компании. То есть компания ничего им платить не собирается. И представьте себе, я, конечно, гипотетически рассуждаю, представьте себе, появилась компания, начала платить всем остальным, да, случилось великое чудо, спустя трех лет невыплат компания начала всем платить, кроме вот этих граждан, которые подавали заявление. То есть, соответственно, этим гражданам, новая компания платить ничего не будет, а значит, у них не будет никаких причин отзывать свои заявления, так? Они будут оставаться все так же потерпевшими, а значит, четыре лидера компании, которые, как мы знаем, на протяжении там 2016-2017 годов активно продвигали квестру в Казахстане, они останутся сидеть за решеткой. И вот, ну, задумайтесь, какая получится интересная картина. Тысячи инвесторов в разных странах получают там компенсации от воскресшей компании, но при этом четыре лидера квестры, которые очень хорошо для квестры поработали, привели, привлекли большие инвестиции, построили большие команды, все так же остаются за решеткой, потому что тем инвесторам, которые подали заявление, компания ничего платить не собирается. Как вам такой вариант? Пожалуйста, пишите в комментариях все, что вы думаете по данному поводу. И если вы относитесь к числу тех, кому присудили компенсацию по квестре и по компании Агамп, пожалуйста, напишите в комментариях, если вдруг в какой-то момент вы начнете получать какую-то компенсацию или какие-то средства. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб Возможности безграничны